Вы на канале просто вкусно соленый и я вам рада. Сегодня бисквит высокий, воздушный и мягкий, который не опадает без разрыхлителя. Он очень вкусный сам по себе, а также идеален для приготовления тортов. Привет, друзья! Сегодня мы приготовим вот такой замечательный бисквит. Это просто и быстро. Мы возьмем 5 яиц, 150 грамм сахара, 150 грамм муки. Выкладываем яйца в глубокую миску. Яйца у меня прямо из холодильника, подойдут любые. Как пример, я беру первой столовой категории. Это когда на упаковке стоит знак С1. Можно добавить щепотку соли, но это не обязательно. Обратите внимание, 150 грамм сахара будет меньше, чем 150 грамм муки. Поэтому вы можете воспользоваться мерными весами или использовать мерный стаканчик. Мука, сахар. Всыпаем сахар. Венчиком все хорошо размешиваем. И немного взобьем. Тут главная цель, чтобы сахар растворился, чтобы не было крупинок. Чтобы лучше сахар растворялся, эту массу яичью можно подогреть на водяной бане. Немного. А можно просто чуть дольше поразмешивать венчиком. Как только сахар растворился, достаточно. У меня это заняло 3-4 минуты. Продолжаем взбивать яичную массу миксером. Сначала на малых оборотах, а потом увеличиваем. Взбиваем ручным миксером 20 минут. Если у вас миксер более мощный, то это 10-15 минут. Посмотрите, как масса увеличилась в объеме. Давайте проверим, готово ли. Смотрите, я провожу пальчиком по яичной массе. И остается борозда. И она не сходится. Это значит, достаточно взбили. Все, готово. Я уже включила духовку. И сейчас будем просеивать муку. Частями. Замешиваем снизу вверх, не спеша. Вот так, не спеша помешивая, мы равномерно-равномерно распределяем муку со всей яичной массой. Масса получилась очень взбитая, воздушная. Посмотрите, какая она приятная. Когда вот так, не спеша, мы по чуть-чуть всыпаем муку, то она очень равномерно перемешивается с яичной массой. И не остается комочков. Это такое удовольствие ее перемешивать. Перемешала бы и мешала. Но вы знаете, тут надо быть очень внимательной. Сильно долго мешайте, чтобы наше тесто не стало обратно опадать. Размешать надо до однородного, гладкого состояния теста. Получается все очень просто. Единственное, что вам надо сделать, это с ручным миксером повзбивать яичную массу. Вот такой густоты тесто нам надо. Духовка у меня уже разогревается вовсю. Берем форму. У меня 19 сантиметров. Кладем пергаментную бумагу. Смазываем подсолнечным маслом. Обратите внимание, бортики мы не будем смазывать, чтобы не мешать тесто подниматься. Выкладываем бисквитное тесто в форму. Духовку я уже разогрела. Смотрите по вашей духовке. Она должна быть разогрета до средней температуры. У каждого это очень индивидуально. У меня это будет 180 градусов. Так как у меня форма с тонкими бортиками и тонким донышком, я оберну ее в фольгу. Это позволит сохранить равномерную температуру, чтобы снизу донышко сильно не пригорало. Прошло 50 минут. Посмотрите, как бисквит поднялся, какой он румяный. Из духовки мы его пока доставать не будем. Оставим так постоять еще 10 минут при выключенном огне. Достаем бисквит и оставляем в таком виде остывать при комнатной температуре еще 2-3 часа. Убираю фольгу. Теперь по краям я беру вилку и обратной стороной поддеваю так вот. Оп! Видите? До донышка. И вот так вот провожу вдоль бортиков, чтобы отделить бисквит от формы. Так, придерживаю тарелкой и опрокидываю бисквит на тарелочку. Ну-ка. Вот. Снимаем пергаментную бумагу, не спеша, чтобы сохранить такую приятную корочку. Вот. Сейчас мы его завернем в пленку и оставим так на 10-12 часов. Лучше на ночь. Сбоку тоже закроем. Можно оставить на кухне при комнатной температуре, а можно поставить в холодильник. Посмотрите, какой он высокий, упругий. Нить просел. С одной и с другой стороны держит форму. Делайте с ним что хотите. Хоть пирог, хоть торт. Высота бисквита около 8 сантиметров. При диаметре формы 19 сантиметров. Прошло 8 часов. Бисквит остыл полностью. Теперь он не будет крошиться при нарезке. Снимаем пищевую пленку. А-а-а, как пахнет! Как нарезать бисквит ровно на коржи? Вы можете отмерять нужную высоту линейкой и ставить пометки. На расстоянии примерно с интервалом где-то 5-7 сантиметров друг от друга выставляются спички. Берем маленький нож. И где мы ставили спичку, примерно в этом месте начинаем надрезать. Надрезаем только край коржа. Он более плотный. И ведем так к другой спичке. Спички по мере нарезания коржа достаем. Вместо спичек вы можете взять зубочистки. Теперь я буду сверху отмерять такое же расстояние. Вот что у нас получилось. Режем ножом уже длинным. Лучше взять нож с мелкими зубчиками, чтобы мякиш не скатывался в комочки. Он прекрасно режется и не опадает. Бисквит очень воздушный и легкий. Бисквит не сухой, даже через 3 дня. Его можно не пропитывать. Бисквит вкусный как сам по себе, так и для приготовления тортов. Получается 3 бисквитных коржа по 2,5 сантиметра высотой. Вот так прямо нажимаешь пальчиком и чувствуется, как там лопаются пузырьки. Он хорошо отлежался. Влага равномерно распределилась. Такой бисквит подойдет для любого торта. И разрыхлитель здесь не нужен. Вы можете добавить в ваш бисквит немного лимонного сока или имбирь, кардамон. Можно добавить ванилин. Все просто. Остается только собрать ваш торт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok